Краденое солнце 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 Прежде всего разрешите поздравить вас с 20-летним юбилеем Если не обманывают источники То буквально 27 марта Краденое солнце Краденое солнце Краденое солнце Авторы Это мы и Кузя Гидарист Вот Так на протяжении многих лет Остав менялся Менялся Но неизменно Мы всегда в нем были Вы появились в такое время Когда интерес к рок-музыке Постепенно стал падать То есть стадионный период уже прошел Рок-клуб ленинградский благополучно закрылся Начиналась совершенно новая формация Вы, например, успели в там-таме поиграть Успели его захватить, насколько я знаю Было Как тогда все это происходило? Как вы находили места для концертов? Как искали выход к публике? Скорее я бы сказал так, что наоборот Тогда был расцвет как раз клубного дела Это был 93-й, даже 93-й, 95-й, 97-й Как раз со стадиона все ушло обратно в клубы Ушло в клубы, да Был там-там, опять же, культовый клуб Был Тен-клуб на обводном канале Тоже хороший клуб Арт-клиника была Миллион клубов был Сейчас не буду с ней причислять Но их было, правда, очень много И выбрал Гора был клуб Сейчас там метро обводный канал Где играть как раз было Играли по понедельникам, утром, как говорится Когда были молодыми Было сейчас ближе к вечеру Четыре концерта за один день Да, было дело Ну разные были ситуации В разных местах Да, утренник, вечерник А между ними еще полдник И потом ночник Ну, ночник уже, да Примерно в то же время были записаны Два первых демо-альбома С забавным названием Косоньки-кусачки, если не ошибаюсь И Бразилия, как я ее понимаю Да Верно Названия были действительно забавные Когда вы их записали Сейчас вы их называете так скромно Демо-альбомы Но ведь когда вы их писали Вы наверняка считали, что именно ими Вы покорите всю планету Я бы сказал так Что мы никогда ничего не считаем Просто берем Если у нас есть материал Мы берем его и записываем А демо-альбомы Не демо-альбомы Там Промо-альбомы Синглы Это не важно Демо-альбомы Это мы их потом так назвали Потом Ну это были первые альбомы Для нас это была проба звука Студийного какого-то Да не студийного Ну вообще Мы первый раз вообще увидели студию Вот пришли Вот студия Вот только режиссер Здравствуйте Что делать Гитара Домой Домой иди Кстати говоря даже гитар не было Ну да Мы брали в аренду Зеленую гитару По спекулятивной цене Да За 5 рублей что ли в 1993 году Ладно Это мы не будем бабушкиной историей Другие были 5 рублей я помню Помню что Мы продали кстати свой ваучер Чтобы записать эти альбом Я продал свой ваучер Он стоил до 19 рублей Как сейчас помню То есть не 4 дня гитару взять Ну это не гитара Это студийное время У нас как раз не хватало Какого-то количества времени Чтобы закончить эти альбомы Вот И вот ваучер явился спасением Так что Кто там их придумал Чубайс Привет Спасибо Значит Мы не было первых ранних записей Группы Краденое солнце Как происходила запись Насколько вам это было все Сложно или несложно Странно или не странно Какие остались воспоминания Я думаю что никто ничего уже не помнит Да Паш Ты помнишь? Я Нет Ну Странные воспоминания В смысле странные воспоминания После этого Для нас Более яркий Серьезных профессиональных студиях Так понимаю что Там все было достаточно просто Ну тоже я бы не сказал Что они серьезные Профессиональные Как бы вот Студия DDT Да Она уже была более-менее Похожа на Профессиональную студию Мы там записывали Два скажем так Основных своих альбома Да Чукча и Сказку Краденое солнце Да В которой поучаствовали Разные такие наши известные До них мы еще дойдем Да Плавно по хронологии Сотрите Сотрите Перемотайте Сотрите Все технически Было очень просто Тогда наверняка Что назвать просто Для нас Вообще Это я говорю Чтобы это был первый раз Когда тогда Первые вот эти два альбома Это был вообще первый раз Мы вообще не знали Что делать Соответственно Что получилось То вот мы Как бы Потом вот оценивали Потом уже Что это вот Вот так вот А вот мы не могли Сделать то Что мы хотим Вот как получается Так и получается Мы еще не знали Как мы хотим Вот как вот Поэтому они называются Дема Уже потом Как-то мы Исходя из того Что мы умеем Из того Что есть на студии Там какие инструменты Какие там Еще вещи всякие разные Не только инструменты Музыкальные шли в ход И соответственно Мы уже Как-то придумывали Правильно я говорю И придумали в итоге Очень много всего разного Давайте Попробуем еще раз Порадовать наших зрителей Живым звуком В программе В программе Фонограммы Нет Да Песня называется Антарктида С альбома 2002 года Месяц крадется И в спину рогами Толкает И крает Кто-то Подходит И крепко Меня Обнимает Не знаю Передай привет От меня Земле дальней Пионер Мой салют Полярный А меня зовут Далеко На юг Зины Лечные Глупы Антарктиды Я улыбаюсь На шею Бросается Кто-то Света Света Месяц Играет Месяц Я занят Его Кружевами Мечтаю Передай Привет От меня Земле Дальней Пионер Мой Салют Полярный А меня Завут Далеко На юг Зины Лечные Глупы Антарктиды Месяц Невесел Смотрел Лечными Глазами Не зря Ты Что-то Случилось Мне кажется Ты Уезжаешь Куда-то Передай Привет От меня Земле Дальней Пионер Мой Салют Полярный А меня Завут Далеко На юг Зины Лечные Глупы Антарктиды Месяц Уходит Со мною Прощаться Не хочет Не надо Просто Кому-то Скажи От меня До свидания Порадуй И дай Привет От меня Земле Дальней Пионер Мой Салют Полярный А меня Завут Далеко На юг Зины Лечные Глупы Антарктиды Передай Привет От меня Земле Дальней Пионер Мой Салют Полярный А меня Завут Далеко На юг Зины Лечные Глупы Антарктиды Спасибо Группа Краденое солнце В прямом эфире канала Середом сегодня Песня называлась Антарктида С почти одноименного альбома Антарктида Мадрид Которая вышла, если не ошибаюсь, в 2002 году Да Но пока мы с вами по хронологии откатываемся чуть-чуть назад К двум эпохальным, по моему мнению, альбомам Тогда два года подряд вы выпускали сначала Кота, а потом Чук-чук Да Два альбома, с которыми вас стал узнавать уже вся страна Ну, мы еще... Да Да Мы еще просто... Эти альбомы для нас такие... Ну, не знаю, эпохальные, не эпохальные Просто мы очень долго их программу как раз исполняли в клубах именно И именно эти песни в клубах как раз люди и слышали А потом что, не в клубах что-нибудь стали? А потом что? Ничего, 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 не попался Нет, ты говори Если ты... Сначала исполняю в клубах, а потом я просто... А потом пришли, видимо, в студию, в библиотеках Ааа... Ну, не знаю... В библиотеке тихо должно быть А потом переехали домой Я так понимаю, что вы программу всю эту успели откатать, отыграть в клубах Уже потом пришли ее записывать То есть к моменту записи программа и песни уже были найдены Нет, оборот, а это все было вместе, в перемешку Вот как бы вот играли и записывали, играли и записывали Нет, ребята, дело было... Ваши есть своя версия Ваши есть еще одна версия Ваши есть все такое, 20 лет назад Это было, это 94-95 год Это было почти 20 лет назад, 19 лет назад Какие у нас были деньги? У нас не было денег ни на студию, ни на что Если я провал что-то сказал уже Денег не было, поэтому записать в студию, прийти Это было, а чтобы прийти в студию, это целая проблема То есть надо было до нее еще доехать на чем-то Естественно, все учились, никто нигде не работал, денег не было Вот, поэтому где-то запишем песенку, а где-то еще запишем песенку То есть вот так вот Хочелось тем, что я устроился работать в студию ДТТ звукорежиссером И по ночам писали абсолютно бесплатно, что хотим Так мы записали Чупчу и сказку, кстати говоря По ночам, бесплатно, вот так вот И вот после их выхода-то как раз и началось Чуть-чуть еще до сказки Сначала был стадион Петровский, огромный фестиваль, который устраивали как нашу учебу ДТТ Чуть позже вас позвали к Диброву Потом было участие в проекте на федеральном канале «Живая коллекция» То есть и пошло-пошло-поехало Какие-то это были ощущения? То, что вы прорвали какую-то плотину и все, пошло-поехало Или это воспринималось как совершенно нормально? Это было у многих, я думаю, что это было целая куча Как бы конца 90-х групп, 95-2000 год Их же в Питере было целое такое течение Были группа «Улицы», группа «Пепси» она до сих пор есть Группа «Спорт» Сплин только-только появлялся Да, да, было целое такое огромное большое течение Поэтому мы были, ну мы всегда были не в течении Но благодаря этому течению Ну и благодаря тому, что еще фестивали вот эти были Да, устраивались фестивали Сейчас их все меньше и меньше Больше все это, конечно, коммерческое А концерты редко ходят, в клубы А в клубы сейчас вообще люди не ходят Я, например, не хожу в клубы Выступать Да, в клубы сейчас мало, правда, ходят А тогда люди ходили в клубы Сейчас, во-первых, с появлением интернета Вот, появлением того, что ты можешь все вообще дома Зачем тебе? И музыканты, кстати, тоже А зачем сейчас записывать в студии Если придет человек домой Включит контакт Найдет все, что угодно В mp3 формате Наверное, заденет наушники за 12 рублей себе в уши Вот, в которых там все же хорошо слышно За 12 рублей в китайских наушниках Во И все, зачем? А другой музыкант, который смотрит Меня слушает вот Вася, который в контакте вчера был И я же могу дома Я же поставлю сейчас Куплю за 50 рублей диск в переходе Поставлю программу И все там Америка будет Это он к тому говорит Вот, и поэтому Ходите в клубы Ходите в клубы Нет, вот Паша говорит к тому, что сейчас Как Стало очень просто Записать свою музыку Ее стало очень много И, видимо, может быть, она не так цена В этом потоке сложно найти что-то действительно интересное Оно там наверняка есть Но где же вы Видишь, я тебя перевожу Приходится переводить тебя Хорошо получается Там данный сработанный Мне кажется, что не хватает как раз каких-то образовательных передач в этом плане Что, допустим, вот Что значит много Каких образовательных передач? Раньше они были Я мог включить там Ту же же коллекцию, например И вас слушать, да А сейчас я зайду в YouTube, например, да Где есть все Но я никогда в жизни не найду Но нужно знать, что ты ищешь в YouTube А если я Вот группа Вот талантливые ребята Вот появились они в Нижневарковске Но мы про них никогда не знаем Да, у них какое-то название там Фиг выигрываешь вообще Там какой-нибудь Английском языке еще Например Вот как я это найду? Не дай бог Я это не найду никогда в жизни Вот Поэтому Какие-то должны, мне кажется, существовать средства Что ли массовой информации Какие-то передачи Которые Хотя бы новостные Вот с нас мы и начнем Программы фонограммы нет Да, хотя бы новостные Ну пусть мы будем первые На новом этапе Да, человек был в курсе Например, ему что-то понравилось И потом уже он зайдет в этот YouTube И скачает все остальное Всю информацию Прослушает уже остальные песни Там и так далее Ну, кстати, именно благодаря телевидению Я впервые узнал о группе «Граденное солнце» Это был как раз фестиваль на стадионе Петровский Буквально одну песенку показали Вот И если я не ошибаюсь Вы тогда немножко еще помогали С сопровождением Насти Полевой Да Если я не ошибаюсь Мы Конкретно Павел, по-моему, играл на клавишах у Насти тогда Нет, нет Я у Насти на клавишах не играл Помогали, конечно, многим людям Но Насте мы не помогали Настя у нас пела в сказке На живом концерт с Настей Нет, на живом нет А есть видео на самом деле? Ну Вот так вот, Паша Ты ничего не помнишь Посмотрю, найду, покажу Хорошо Какое было там настроение на стадионе То есть, когда несколько дней идет фестиваль Десятки групп Что происходило? Он раз в несколько дней шел По-моему, один день шел Один Это как раз Петровский А, или два дня он шел Ну, можно По-моему, один Да какая разница? Ой, как давно это было Ну, для тебя он шел один На настроение хотя бы запомнилось На стадионе совершенно по-другому играется Потому что чем больше народ в зале Тем больше этот народ требует Энергии от людей, которые на ней находятся То есть, мы настолько отдаем вот этот зал Энергетики Вот туда оно улетает И оно иногда возвращается, но не возвращается Когда возвращается Это гигантский посыл К продолжению там чего-то такого А когда не возвращается, ты умираешь просто Он высасывает Вот это было очень странно Первое ощущение Это был первый наш концерт На большом сцене Это, конечно, был удар вообще по психике Как это так вообще? Что это такое? У нас никого не видно В клубах мы привыкли Вот Вася, вот Маша А вот их двоюродный брат Уходит Из деревни Яшкина Уходит, да Уходит в бар Да, полкатишок-то накатить Что я им слушаю? Они уже 20 раз уже ходили на концерт Все знают Да, а тут вот такое пространство Это он, я перевожу Про энергетику Он к тому говорит, что Чтобы играть на стадионах Это нужно уметь Чтобы играть в клубах Нужно тоже уметь В общем, это разные совершенно Вообще играть надо уметь Вселенная Первая Не обязательно уже Ну, может Ну, кстати, это была самая большая аудитория В зависимости от Самая большая мы играли На нашествии как-то раз Это была вообще отдельная песня У нас У нас всегда отдельная песня Целые препятствия были К тому, чтобы мы там сыграли Мы вообще-то весело играем Но нам было не очень весело Сейчас мы успеем об этом рассказать? Или мы еще не дошли до этого временного пласта? Ну, давайте будем плавать Я понимаю, что очень сложно идти строго хронологически Если, так сказать, да, переводить Тут просто история Ну, у нас много таких было Но она просто смешная У нас не до сих пор Значит Перед посадкой в поезд Нашего барабанщика Скрутил Что-то там со спиной у него Что-то он поднял тяжелое И пришлось там ехать На нашествие играть надо Вроде как Можно отказаться Но это как-то не по Ну как же группа Мы пригласили на нашествие Мы пригласили Мы не собираем Ну ладно Мы едем В Москве находим барабанщика На три песни С ним репетируем Выходим с точки Где мы репетируем А точка находилась В какой-то овощей базе Ну, они все там обычно находятся Вот На него набрасывается Дикая собака И кусает Прокусывает у него руку У него рука брык И отсохла И мы опять без барабанщика И то есть Вот пришлось Паше Мы попробовали все, конечно Но Паша сказал Нет Все мы пробовать не будем Я сыграю Вот Ну, ему пришлось совместить Так как он на клавишах Тогда играл Ему пришлось совместить Это делало Клавиши мы отдали Компьютеру А сцена, представьте Вот Ну Я не знаю Раз в 12 Побольше Ну побольше, да То есть Вот сзади где-то сидит Паша Я хожу Создаю фон И вокалист И вокалист впереди Конечно, это было не очень весело Но мы, конечно, сыграем Но вот Ну Потом, конечно, это было Вот Сегодня у нас Сегодня у нас Все попроще Сцена небольшая Все рядышком Барабанщик, слава богу, на месте Видеокамеры готовы Прямой эфир Что мы услышим? Песня Как раз А может и не как раз В общем, песня называется «Южная» О чем? Из альбома «Нефти» 2012 года Припасы Припасы Мне не нужно Кровальника Крючка не требовал. Знал бы, что наверняка Калека навека В тем, где не было. Раз, лица и сосны Дымом папиросами, Я и нет других оконей. Только бьется сердце Медленнее герцами, Медленней и медленней. Гнал составы по рукам, Звонил проводникам, Кричал и требовал. Знал бы, что наверняка Калека навека В тем, где был, где не было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гнал составы по рукам, Звонил проводникам, Кричал и требовал. Знал бы, что наверняка Калека навека Где был, где не было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо большое! Грубо, краденое солнце сегодня в прямом эфире канала Теледом. Мы прервемся буквально на одну минутку на рекламу И снова вернемся в нашу студию. А вы пока успеваете добежать до компьютера Написать что-нибудь на форуме нашего сайта Теледом.ТВ Еще у нас есть телефон 715-8381 Код Петербурга 812. Звоните! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как мы обещали сразу после рекламы на канале Теледом Снова мы в студии, у нас прямой эфир Программа называется Фонограмма Нет Рядом со мной группа Краденое солнце Телефон прямого эфира 715-8381 Код Петербурга 812 И насколько я знаю, у нас уже есть первый дозвонившийся Алло! Алло, добрый вечер! Здравствуйте! Здравствуйте! Как вас зовут? Откуда вы? Я? Я была в студии на самом первом концерте Телефейного колода Телефракатного Это такое, что именно на сцене А что правда дали девушка Больше ее не было Я хотела, чтобы где-то рассказали О других участников группы Которых было на сочинение Эти клиентов было достаточно много Что же мне стало, где они купили? И где эта девушка? И что это за девушка? Вы знаете, на самом деле Девушку звали Бенни Девушку звали Аня Аня, да Вот На протяжении вот этих лет всех Вы по гречке с Пузей Остались как авторы всех песен И состав у нас периодически менялся У нас становилось больше Доходило до 10 человек на сцене У нас была духовая секция С трубами, с духовой секцией Да, баяна Как раз в период работы на Петровском Очень, да, много всего было И вот я посчитал, пока сюда ехал У нас было 6 вокалистов За все эти годы То есть 6 человек разные пели Первая была девушка Аня, конечно Если она нас слышит сейчас Все очень вряд ли Вот И огромный, огромный привет Ну, я думаю, что Я думаю, что она нас не слышит Она должна была бы знать Она смотрит сейчас Ханат Смиттиковскими селами Ну, если она смотрит Огромный привет, да Ее звали Зовут Почему звали? Зовут Зовут Таню, но в группе, да Это был первый концерт И она была первой вокалисткой Ей нужно присвоить на это дело От нас всех Вот Ну, можно было очень много рассказывать В принципе, за всю историю в группе побывало человек 35 Вот так вот Да ладно, ты даже подсчитал Пока ехал в метро Ну, так 20-летний юбилей же Я вчера подсчитывал, да Может быть, когда-нибудь, когда будет 100 лет, я думаю Мы всех соберем Тогда их будет уже не 30 Кто-то живет в Израиле сейчас Кто-то в Уругвай уехал, да? Ну, в Израиле живут, кстати Барабанщик второй наш Мог бы и подойдут про Уругвай Это уже поддержать меня Правильно? Нет, это к тебе Есть еще замечательные страны с оригинальными яркими названиями? Ну, к сожалению, да Со многими Некоторые даже умерли Со многими людьми мы, честно говоря, контакты не поддерживаем сейчас Кто участвовал, некоторые мы просто потеряли Действительно, многие уехали, многие остались Уехали не в смысле за границу Кто-то в деревню уехал Кто-то начал наркотики употреблять Кто-то бросил наркотики Кто-то бросил, да Кто-то ушел в монастырь Ладно, я думаю, что это в каждой группе было Да Я не думаю, что мы тут какое-то исключение К сожалению, мы особых отношений с кем не поддерживаем Это очень жалко, но что же делать Мограденное солнце существует Чему сегодня приводят доказательства этого выступления в нашем прямом эфире Давайте дальше по хронологии Мы дошли плавно до вашего первого клипа По крайней мере того, что прозвучало Вообще странно Про песню с девичьим именем Таня Я знаю, что мы ее чуть позже услышим Пока про клип давайте вспомним Давайте Такой простенький, но вкусный, такой яркий, красивый Как снимали? Кто снимал? А я расскажу про клип Ты что-то сегодня всю рассказываешь Давай я тебе потом дам Давай Клип снимали очень интересно У нас было... Можно же про деньги говорить? Не надо Давай про деньги потом Сейчас про деньги не актуально У нас было 4,5 тысячи долларов Почему про чужие деньги? Я слушаю про чужие деньги У нас было 4,5 тысячи долларов На которые, конечно, клип снять было невозможно Это смешные деньги Мы познакомились с таким очень известным сейчас Оператором и режиссером Григорий Панов Он работал в те времена на съемках фильмы Анна Каренина русско-английским Мотальщиком ленты И англичан такая была ситуация Не такая ситуация У них такое правило Если меньше 20 или 25 метров остается пленки То эта пленка утилизируется Ага Вот И таким образом Он набрал оттуда километр пленки 35-миллиметровый кодек Вот Так вы еще и на кино ее снимали? Да, мы все клипы на кино снимали За исключением тех, которые не на кино Да, все клипы у нас сняты на пленку Но на 35 снят только Таня И, кстати говоря, Гриша Панов Сейчас я много где вижу в титрах В различных сериалах русских Он как оператор-постановщик Отличный оператор, на самом деле Отличный режиссер Огромный ему привет и спасибо большое за все Он в те времена снял клип группам «Спорт» Кому он еще снимал? Ну, много вот эта волна рока 95-х 2000-х годов питерского О которой я уже говорил ранее Очень он много сделал добрых вещей Для таких коллективов То есть фактически все деньги Уходили, представляете, проявлять это все нужно было Нужно было в битакам это все переводить Это все нужно было делать Где-то в Финляндии проявляли Там еще где-то цифровали, сканировали Хватит, хватит о клипе уже Вот, фактически человек работал за идею Это все было, фактически денег нам себе Кстати, потом он еще один, не один нам клип снял А второй еще снял Какой нам второй снял? Написано «Толк» там А-а-а, да Ну, в общем, нам понравилось с ним работать Мы с ним потом еще посотрудничали Правда, уже не на английскую пленку Если позволите маленький упрек группе «Краденое солнце» То, что не очень хорошо группа «Краденое солнце» Относится к своему видеоархиву Ну, нет у вас полноценного официального признания Я больше скажу Мы вообще ко всему относимся не очень хорошо У нас ничего нету Ни видеоархива, ни фотоархива У нас даже сайт официальный, который вроде как должен значиться Ну, что-то там присутствует, да Контакты утеряны с тем человеком, который его завел И мы даже не знаем, как там информацию поменять Иногда она как-то сама собой меняется, вот, видимо, и все Независимо от нас Независимо от нас, да Просто даже тот самый знаменитый первый клип на песню «Таня» Снятый, как оказывается, на 35-миллиметровую кинопленку Висит в интернете в ужасном ютюбовском качестве Ну, когда-нибудь А это сейчас время такое А у кого висит? А посмотрите нам когда-нибудь его уже в нормальном варианте Я вот тоже вчера хотел посмотреть фильм «Мой друг Иван Лапшин» Нашел его в ютюбе, но в ужасном интернетовском качестве Понятно, ждать от краденого солнца видео в хорошем качестве бесполезно Так что смотрите в формате HD канал «Теледом» У нас сегодня краденое солнце в прямом эфире Что будем петь? Мы споем песню, которая называется «Чугунка» Что? Не «Чугунка» разве? Да, да Да, мы «Чугунка» Это песня Да, мы также ее подарили одной из групп наших друзей Это группа бригадный подряд Они тоже исполняют эту песню С альбома «Нефть» Вот с такой замечательной красивой гостиночкой Да, совершенно правильно Поехали Песня называется «Чугунка» Про белорусскую железную дорогу Просю меня Да, нажимай на закат Скорей вернись назад И навсегда забудь Кого-нибудь За тысячи лесов Всех солнечных часов Остановился бед, и звезд шел снег. Спишь чугунка, прошив перепонка, Оставляя где-то позади. До свидания, до горизонта И прощай там лечь на лавусе. Просил меня восход, закат на пород, Собою взять его, скорее всего. И солнечный поток с востока на восток Остановил свой пек, и звезд шел снег. Спишь чугунка, прошив перепонка, Оставляя где-то позади. До свидания, до горизонта И прощай там лечь на лавусе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Дрожитый фон, оставляй где-то позади До свидания, до корресонта Спасибо! Группа «Краденное солнце» в прямом эфире сегодня у нас в гостях. В программе «Фонограммы» нет. Красота! Именно так. Мы так плавно, постепенно подошли к работе, которая точно отличает вас абсолютно от всех коллективов отечественных рок-интолкеров музыки. Я про сказку одноименную «Краденное солнце». Откуда идея такая появилась? Взять и сделать, я даже не знаю, рок-опера, панк-опера, что это вообще было по жанру. А вот по мотивам решили, видимо, я уже не помню. Можно я буду рассказывать что-нибудь? Вдруг я на всякий случай правильно расскажу. Давай, давай. Короче, мне так кажется. По моим воспоминаниям. По моим воспоминаниям, это было придумано по мотивам бременских музыкантов. То есть вот именно под вдохновлением. Под вдохновлением. Они хотели предложить, потому что Юрий Шевчук. Партию Медведя. Партию Медведя. У кого еще, конечно, Юрий Шевчук. Ну, конечно, вот. Ну и, соответственно, остальные роли, Паш, как там распределялись? Ну, остальные роли по-разному распределялись. Я просто хотел сказать насчет, почему такая идея была, почему сказку именно. Во-первых, изначально, у нас 20 лет прошло, думаю, что можно об этом говорить, что изначально группу назвали «Конец света». Это никто об этом не знает. Это был конец 92-го года. Группа так называлась. Название, конечно, такое. Недолгие, где было. Нам казалось, что оно такое, фу, какая-то, наконец-то, ну, такое пионерское такое. Сократили до КС. Да, сократили до КС. И потом долго шутили, расшифровали кастрюлю супа, кто как хочет, короче говоря. Ну, это и так существовало. До сих пор существует КС, КС, все говорят, КС. А потом наш очень хороший друг Сережа Милейко сказал, «КС — это же «Краденое солнце» Чуковского. Вот вам было очень подошло название. И нам что-то так понравилось, и мы решили взять название «Краденое солнце». Обратились к Чуковскому, думаю, а почему, если мы «Краденое солнце»? Давайте сделаем «Краденое солнце». Тем более, у нас была тогда студия ДДТ. Хорошо, у меня просто, у нас тогда была студия ДДТ. Да, у нас тогда в кармане была студия ДДТ, на которой мы могли спокойно ночью сидеть, делать что угодно. Водку пить, девочек водить. Что хотим, то и делаем. Ну, это я так, конечно, сказал. На самом деле, альбом они там записывали. На самом деле, так и было, честно говоря, как я говорю, но мы об этом умолчим. В это время вы записали сказку «Краденое солнце» по Чуковскому, и мой трехлетний сын спустя несколько лет именно по вашей записи Чуковского, на самом деле, узнавал. Отлично. Значит, цель достигнута, хоть чуть-чуть, но это очень понятно. У нас получилось у всех этих монстров при записи. Буквально, вот. У нас была студия ДДТ, где все они приходили туда. Нет, ну, плюс еще мы с кем-то были знакомы, там, с Федоровым, как-то того попросили. Горсуша, Пуева. С себе по-разному. Шевчука мы сами, я не помню, сами попросили или через переводчика? Нет, сами. Сами, да? Ну, Паш там работал, с ним встречался, он пришел, когда смог, спел. То есть там с кем-то мы на более короткой ноге были, там, как-то предложили, там, споешь у нас. Витя Слагуб, Настя Полева, Олег Горкуша, Леня Федоров, Марина Капура, да, с мужем. Насколько я знаю, сценического воплощения не последовало. Мы хотели фильм, мультфильм снять, но это было в 97-м году, и я, наверное, сейчас, когда речь заходит о 97-м годе, принято говорить про кризис. Про деньги, про деньги, да. Ну, какая разница там, плюс-минус, это не важно, кому не интересно. Вот, и, конечно, мы хотели снять, и были такие планы, там даже на обложке написано, саундтрек, по-моему, там, что-то, к неопублику... Нет, к принятому фильму. Ну, написано, написано, но это такая нормальная шутка в серии группы Крадио Нарсунцев. Обложку тоже никто попал, оформлял, а Кирилл Миллер. Да, известный наш питерский художник, он доработал в Барклинике на Фручкинской действии, у нас были очень хорошие отношения. Кстати, где он сейчас тоже интересный, давно к Кириллу не заходили. Я иногда на Петроградске несколько раз видел, недавно, по-моему. Ну, да, как-то все потерялись, в связи с этим интернетом, всеобщей мобилизацией, все как-то уже, как бы, уже язык изменился. Ну, кстати, на самом деле, и записи, так, Крадио Нарсунцев, того периода, найти сейчас где-то в магазинах совершенно нереально. В интернете понятно. А в магазинах реально найти? Я встречную вопрос задам. В магазинах тоже нет? В компагентском реально, кто хочет, тот найдет. А где, например? В том числе и в Петербурге. Скажи мне, где? Ну, я сейчас не буду рекламировать. Хорошо, а где, территориально, где есть магазин? В центре. Кроме гостиного двора. Вот, в том числе, в районе гостиного двора, знаю, как минимум три. Да. И там диски продаются? Сегодня утром приобретена ваша пластиночка. Ну, все равно. Не, ну, Паш, ты просто учитывай, время изменилось, нужно как-то... Нет, конечно, это все продается, возможно, но спрос это не имеет. Потому что, опять же, зачем тратить деньги, если можно все это скачать? Сейчас так очень много людей мыслит, к сожалению. А диски музыканты сейчас не пускают, в основном, в сувенирном таком ключе. Ради сувенира купить на концерте, там, подойти, там, кто-то распишет на этом диске. Как-то принято называть. На память, да. На память, да, то есть, чтобы осталась память. В принципе, нормально. А чтобы послушать, сейчас и проигрыватели-то у кого-то, компьютеры уже без дисководов выпускаются. Сейчас все же на компьютерах слушают. Просто, мне кажется, пока альбом не вышел на физическом носителе, простите за это пошлое словосочетание, его как бы еще нет, да? Можно что угодно, быть в бесплатных файлах. Это как галочка такая. То есть, нужно пройти через интернет. Вот все, он есть. Да, то есть, как документы на вахте показать. Вот, да, у меня есть ксива, что я там милиционер, да? А так, пока не показал, то, как бы, извини, до свидания. Старый пошлый анекдот. Встречаются два музыканта, один другому говорит, слушай, я сейчас твой альбом купил, ах, так это был ты. Да. Еще один очень крупный проект примерно того же периода — кинопробы. Вся страна тогда отмечала, по-моему, 40-летний юбилей Виктора Цоя рождения, и все наши коллективы замечательно перепевали его песни, в том числе и в этом принимали участие. Вас позвали, вы напросились, как это происходило? И позвали, и напросились, и происходило. То есть, все вместе. Ну, на тот момент у нас, да, договор был? Нет, дело не в этом. У кого какой-то договор был, просто, на самом деле, все краденое солнце практически, вот с образца 93-го года. Это были очень большие поклонники Виктора Цоя и группы Кино. Это да. И, как бы, были, собирали все альбомы, а Саша даже ходил на концерт. Я, кстати, да, в шестом классе учился, это был 88-й год. Поэтому поучаствовать в кинопробах, это было для нас очень почетно, и, то есть, для нас это было очень важно, вот, там, поучаствовать в таком проекте, вообще в проекте, связанном с такой легендой рока современного. В итоге вы там исполняли песню «Бездельник-2», если не ошибаюсь, но вы параллельно на клубных концертах играли еще одну композицию, совершенно другую, вы играли «Маму-Анархию». Почему она не дошла до проекта? На самом деле мы сделали три песни. То есть, там был жесткий отбор этих песен, и мы сделали в своем варианте три песни. Это была «Мама-Анархия», это был «Бездельник». Нет, «Бездельника» не было, вру. Была «Мама-Анархия» и была песня «Последний герой», которую мы сделали в таком... Неожиданно в вашем исполнении с трудом приставания, если честно. Да, неожиданно, кстати говоря, был неожиданной такой технообработки, электронной совершенно, с такой прямой бочкой танцевальной. А худсовет — это был «Марьяна Цой» и ее гражданский муж, рикошет Саша Аксенов, с которым я играл тоже в группу много лет. И они послушали, сказали, нет, нужно что-то попроще. И мы буквально за одну ночь записали вот эту песню про «Бездельника». Все в той же студии ДТТ? Нет, не на студии ДТТ, тогда уже... Это какой год был? Я уже тогда не работал, на второй, я полагаю. В 2002, и раньше, раньше. Нет, мы записали у себя это все дело на своей уже тогда студии. Вот, но буквально за одну ночь, потому что уже было срочно что-то сделать. Особо ничего не придумали, просто сыграли, как сыграли. Как получилось, так получилось. Вот, но им это понравилось, тем не менее, такой вариант. Живенько говорили. Да, а вот про «Последнего героя» мы неделю сидели, неделю думали так, и там все это. И Цоя в конце вставили, вырезали пластинки, вытащили все шумы, там и народный звук, его голос, вставили последний припев, его голос не пев. Посмотрите, у меня есть, я нашел этот диск с исходниками этой песни. Я, кстати, скоро выложу в интернет. Ты так быстро стал говорить. Это очень интересно. Как только вернете себе пароли от сайта, когда у вас снова появится сайт, можно было бы там отыскать. Нет, знаете, насчет сайта, могу сказать, что это же не только я говорю, социальные сети вытесняются с сайта, потому что в общем-то сайт не нужен. Сайт, страничка в сети, это гораздо полезнее, потому что, во-первых, все сразу знают, что ты на сайте, друг с другом общаются, могут обменяться сообщениями, поэтому делать отдельный сайт… И дорого, и неохота, и времени, и сложно. Дорого, и неохота, и смысла в этом нет. Потому что человек, который каждый день заходит в свой Facebook, или Twitter, или ВКонтакт, он сразу видит, да, вот это здорово. У него сразу перед глазами это краденое солнце, он может всегда туда кликнуть, послушать, посмотреть новости. Да, скоро там последнего героя я сделаю, обязательно выложу это, найду. Хорошо, давайте обратимся к нашим зрителям, у нас есть звонок в студии, напомните, телефон 715-8381, код Петербурга 812, звоните нам. Алло, добрый-добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня сегодня было очень просто такое. Вы дадите такую вопрос. Ну, я не знаю, почему я говорю. Во-первых, конечно, вы выросли из разной музыки все. Олег вообще молчит. Пусть Олег расскажет о том, на какой музыке. Да, давайте действительно Олег расскажет. То, что он любит. Юный тогда еще Олег. Мы все любим. Я тогда тоже был не юным уже. Давай, тут нет. Я не хочу рассказывать о кумирах. Зачем? Пусть останется секретом. Хорошо? Ну, тогда отдувайтесь так же вдвоем. Паша, да. Я уже сказал про кумиров. Ребятам нравился Цой. Мне он, кстати, не нравился. Тогда, в те времена. Вот. А всем ребятам, всему краденому Цой. КС тогда, простите. Мне краденого Цой еще не было. КС. Всему КС нравился Цой. Очень нравился. Они ходили с гитарами там, ломаными. Где, знаете, карандашик вот так вставлялся под гриф. Там. Ну ладно. Я скажу про себя, что у меня, например. Порфиром. Таким. Музыкальные кумиры все время менялись на протяжении. То были одни, то другие. Но, в любом случае, это хорошая какая-то музыка. Там. От классической до неклассической. Не обязательно какие-то имена называть. Ну, скажем так, что мы в основном, в основной нашей массе мы больше слушаем поп-музыку, скажем. Чем какую-то более сложную. Популярную классическую популярную музыку. Популярный джаз. Ну, джаз, он сейчас очень популярен. Сейчас мы будем спорить. Я не понимаю, о чем речь идет. У Олега не согласен. Мне всегда очень нравился Дэйв Брубек. Но, кстати, он сильно на нас повлиял. Он сильно повлиял на неровные размеры наши. Неровные, да. Ритмические рисунки. Это оттуда. Многие растут. Почти. Еще кто-то, наверное, повлиял. Все-то думали, что юная «Кадинная солнце» группа «Аукцион» очень уважала. Тоже уважали. Конечно. Что скрывать. Уважали. И ЦОЭ, и «Аукцион». Вот и тот самый момент, что и в Советском Союзе, и в России сейчас принято всегда всех с кем-то сравнивать. Кто бы ни появился новый, все ищут, на что это похоже. А если, не дай бог, коллектив не похож ни на что, то его просто не будут служить. Потому что, ну, как бы, не к чему будет прицел купить. Вас, я помню, что и обвиняли в похожести на «Аукцион», возможно, из-за духовой секции, возможно. А если люди вышли с дудкой, значит, что «Аукцион». Все. Обвиняли, кстати, всех. Так нет, это просто закон сознания. Не закон сознания, как-то коряло звучит. Это свойство сознания сравнивать, когда вышло что-то неизвестное. Вот человек никогда не видел стакан с водой. И ему надо объяснить, что это такое. Ну, это вот похоже на маленькую стеклянную костюлю. Ну, это ни о чем. Просто там, когда «Зимфиру» сравнивали с «Агузаром», я помню, тогда в 2000-х. Ну, это бред. Ну, это нормальное явление. Ну, мы-то знаем, что группа «Крайдное солнце» явление самобытное. Это бред и это нормальное явление. Это бред и одновременно нормальное явление. Да, а нормальное явление это тоже бред. Все являются бредом. И наоборот, соответственно. Хорошо, давайте будем петь и слушать, что вы сейчас нам продемонстрируете. Сейчас песенку из альбома, как раз последнего альбома, который вышел... Когда он вышел ровно? Недавно. Нет, он вышел не недавно уже, он вышел почти год назад. «Без месяца как год» называется «Нефть», а песня посвящена нашему 35-летию в тот момент. Сейчас нам как раз на год больше. Некоторым даже на два. И таким ощущением. Вот. Песня так и называется «35». « aussi из « также из». Плохо, совсем с головой Лучше бы не видеть лица Ноги не слушаются Бабы не вешаются Песен не хочется петь Воздухом трудно дышать Хочется всех задушить Хочется больше лежать Субтитры сделал DimaTorzok Жизнь уже больше не так Слышать стал хуже кота И рыба уходит на дно Хочется с ней заодно То ли на дерево влезть То ли на лавочку сесть Хлеба вокруг накрошить И как будто не потрашить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Краденое солнце Краденое солнце в прямом эфире Канала Теледом Фонограммы нет Но есть короткая реклама Встретимся сразу после нее Возьмите нам форум Сразу после рекламы Зачитаем все, что вы нам написали До скорого Фонограммы нет На канале Теледом У нас есть группа Краденое солнце На днях они отметили 20-летний юбилей Хотя пенсионерами Их даже по виду Назвать очень сложно Почему сложно? Давайте снова Здравствуйте Рано, рано, рано Еще на пенсию Как минимум 40 лет И по этим брендам Брендам Ответь-то надо Поехали дальше по хронологии А потом был альбом Наверное, самый спорный В вашей дискографии По названию Маджента Одни его считают Пиком творчества группы Вторые совсем его не поняли Потому что он был Достаточно не похож На все, что было до этого Сами вы его изнутри Как воспринимаете? Павел? Вот так вот, да Но я уже сказал Что в принципе Альбом Маджента Это не совсем альбом Грунда Краденое солнце Честно говоря Вот так бы сказал Просто В те времена У нас был человек Который занимал Пост вокалиста Который взяли петь Это был третий По-моему вокалист Но не суть Вот И Который тоже писал песни У меня накопилось До сих пор есть Даже там Песен 10 своих Собственных Собственных насыщений И мы решили Поскольку ему негде Их воплотить Отблагодарить Он попросил Он попросил Давайте запишем альбом Из моих песен Вот Он говорит Всю дорогу вашу Только петь песню Конечно Вот И мы записали Такой альбом Как получилось Это конечно Можно спорить Может быть это было Плохо Может было это хорошо Это вопрос На самом деле Я думаю Что это было хорошо Невзирая ни на что Ну просто потому Потому что это Мы попробовали себя В незнакомой Для нас Сморческой стезе То есть у Джефа У него был свой Как бы взгляд На аранжировку Первый раз За час уже Нашего прямого эфира Было произнесено Имя Джеф Третий вокалист Все забыли Поехали дальше Да нет Джеф Четвертый раз А второй Какой там был Неважно Но так или иначе Вокалист вас покинул Буквально совсем Очень долгое время После выхода Мадженто У нас как-то вот Да не сложилось И потом он снова вернулся И опять ушел Как-то вот Все-таки Возвращаться наверное К старым Плохая примета Любовницам Нельзя Или как там правильно В этом дело Как бы есть разные люди Правильно Очень хорошо Что человек сам понял Что он как бы Не справится больше С этой задачей И сам То есть Мы за это благодарны В общем-то Потому что Когда люди живут Ну как просто Живут муж с женой Да И вот они уже Ненавидят друг друга Вот А все равно живут Потому что детей жалко Там или еще что-то Потому что Потому что Так уже привыкли Да там Вот И мучаются всю жизнь Ну вот А тот человек сам сказал Что я не справляюсь Мне тяжело У меня уже 30 Сколько-то 8 лет Мне нужно Деньги зарабатывать Работать За это все Ну все очень правильно Поэтому Спасибо Благодаря этому Вы остались тогда В составе Максимально приближенного К тому Что мы видим сейчас И записали Совершенно восхитительный Альбом Аргентина Мадрид Антарктида Антарктида Мадрид Да Насколько я знаю Вот у меня есть подсказочка Что именно Из этого альбома Будет следующая композиция До Мадрида Дело дошло Да Это как раз Песни из кинофильма И из кинофильма В кино Мы кстати Снимались недавно Тоже Да Паш Мне уже рассказывают У нас очень много Много песен Вошли в различные фильмы Например Песня Тани Которая речь шла Которую мы споем Еще чуть попозже Она участвовала Аж в трех фильмах То есть можно назвать Таня в песне Из трех кинофильмов Это был фильм Сестры Известный достаточно Это был фильм Небесный суд Алена Звонцовой И сейчас она выйдет В новом фильме Уже не кинофильме Телевизионном фильме Он скоро выйдет На самом главном Российском канале Называется Идеальный брак Этот фильм Мы сами его не видели Но очень ждем Туда тоже вошла эта песня Вы там присутствуете Только за кадром В качестве С помощью Композиции Или в том числе В песне Сестры Ой Господи В фильме Сестры Мы участвуем Конечно не участвуем В этом фильме Там участвует песня А в двух других фильмах Небесной суде Мы сами снялись В качестве музыкантов Опять же Мы же не можем играть Преступников Или еще кого-то И в фильме Идеальный брак Мы тоже сыграли музыкантов Которые в кабаке Которым плохо С фингалами С таким под глазами Немножко под этим делом Вот Поют Извлекают публику Я? Или полицейского Оно же через это пройти Мне кажется Быть немножко преступником Хотя бы в душе Сволочью Такую Хотя бы Артист на то и артист Чтобы Артист Перевоплотиться Все-таки мы У нас больше Скажем так Скорее Не группа А скорее Сообщество авторов То есть Мы придумываем песни Наши песни Участвуют Где-то там В фильмах Музыканты Другие Исполняют Например Также мы исполняем Так что Краденое солнце Это сообщество Авторов Уважаемое сообщество Авторов Краденое солнце Спойте нам Про Мадрид Пожалуйста Споем Опять я, да? С альбома Антарктида Мадрид Альбома Альбома Так Грустно И печально Вот сижу на кухне И грею чайник Далеко Далеко Грустно И грею чайник Я возвращаться Не стану Погнали На сто километров сосны Лучше было сто километров просто Пусть я никогда не вернусь И не найду, ну и пусть Счастье на дне океана Но мне не забыть ни за что Ты меня ждешь, ну и что Я возвращаться не стану Далеко меня За собой вела дорога Три недели шел, это очень много Через сотни миль леса я врагов Вижу не Мадрид, вижу это Краков Пусть я никогда не вернусь И не найду, ну и пусть Счастье на дне океана Но мне не забыть ни за что Ты меня ждешь, ну и что Я возвращаться не стану Пусть я никогда не вернусь И не найду, ну и пусть Счастье на дне океана Но мне не забыть ни за что Ты меня ждешь, ну и что Я возвращаться не стану Ты меня ждешь, ну и пусть Ты меня ждешь, ну и пусть Ты меня ждешь, ну и пусть Ты меня ждешь Ты меня ждешь Пусть как можно чаще выступает группа Краденное солнце в эфире канал Тередом в том числе Спасибо большое До конца программы совсем немного времени Поэтому экспресс опрос составлен на основе того Что нам пишут на форуме ваши и наши поклонники Какие необычные подарки вам доводилось принимать от поклонников? Вертолет Вертолет Большой? Маленький? Об этом Вертолет Следующий вопрос Ну что ты на концерт Дроботенко сходил, что так шутишь? Нет, правда же вертолет подарили Джондж Джеффу Мы участвовали в каком-то фестивале на Дульской площади в 93-м году Джеффу подарили игрушечный вертолет Так что все правда, все по-честному Было, да Я просто вспомнил сразу Ну так говори, игрушечный Милагрос спрашивает Однажды вы выступали дуэтом с Татьяной Булановой Как вы относитесь к дуэтам вообще И планируете что-либо записать в ближайшее время? Олег хочет сказать Я все прослушал Про Татьяну Булановой Как дуэтом? Почему дуэтом? Однажды группа Краденое солнце наступала с Татьяной Булановой Наступала с Татьяной Булановой Ну это был проект, наверное, 5-5 на 5 Да, был такой проект на 5-м канале Можно же говорить про 5-й канал? Можно сказать Очень интересно Я скажу только два слова Потому что Таня великолепная певица И с ней было очень приятно работать И очень хороший человек, судя по всему Очень яркий момент Весь предыдущий час, когда речь шла про группу Краденое солнце Обрабанщик молчал Как ты в криш зашла с Татьейной Булановой? Яркий момент С Татьейной Булановой Для меня очень незабываемое ощущение было Песня «Не плачь, не плачь» И еще одна осталась Я в первый раз танцевал с девочкой в пионерском лагере Под эту песню Мне было 13-14 лет в пионерском лагере я был И тут я стою с бас-гитарой И эту песню играю с Таней Булановой Вот это было, конечно, для меня Такой вообще шок Не то, чтобы шок Встреча с песней Удар даже, вот так Никто не ожидал, что так оно будет вообще Какие дуэты теоретически еще возможны в самое ближайшее время? Дуэты Я бы не сказал, что дуэты Сейчас у нас очень У группы «Краденое солнце» Очень много различных проектов Это, ну, помимо записи своих альбомов Вот Сейчас еще у нас идет проект «Крокодил» Который называется «Крокодил» Это тоже мюзикл Тоже по Чуковскому Есть «Краденосов» сказка Есть «Крокодил» сказка И вот Мы сейчас планируем Поставить этот мюзикл В одном из городов Ленинградской области С детским театром Сделать Почему у нас тут только кошки, что ли, будут Уэбера Давайте наши мюзиклы Пропагандировать И прививать Нашим слушателям Тем более, что на них Вот Олег сейчас работает, кстати говоря Наш барабанщик Работает в театре И на мюзикл очень хорошо ходят Давайте пропагандировать мюзиклы А в программу «Фонограмма» нет, в свою очередь будет пропагандировать живую музыку. Спасибо вам за то, что вы сегодня у нас. До конца программы буквально три минуты. У нас осталась одна песня. Поехали. Да самая классическая, Таня. Я благодарю всех зрителей, я благодарю группу. Говорю всем «до свидания» и под занавес звучит песня «Таня». Группа «Краденное солнце». Группа «Крадное солнце» Группа «Крадное солнце» Моя Таня в небо лежит на камень. Кто тебя бросил, позабыл умирать в сарае. Ехал в майке, вышел в трамвайном парке. Чтоб не узнал, а надевал наизнанку майку. Улетел, улетел и уже далеко к света. И мороз, и метель выгонял из меня лето. Забывал океан, улетал навсегда с милой. Молодой капитан, вдруг отца моего внука. Улетел, улетел и уже далеко к света. И мороз, и метель выгонял из меня лето. Забывал океан, улетал навсегда с милой. Молодой капитан, вдруг отца моего внук. Улетел, улетел и уже далеко к света. И мороз, и метель выгонял из меня лето. Забывал океан, улетал навсегда с милой. Молодой капитан, вдруг отца моего внука. Молодой капитан, вдруг отца моего внука. Спасибо большое! Краденый солнце! Ахтунг! Какой такой ахтунг? Внимание! Спасибо большое! Программа «Фонограмм.нет» прощается с вами. Увидимся совсем скоро, в следующую пятницу, как обычно, в половине девятого вечера. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Продолжение следует...